Привет, привет. Доброе утро. Доброе утречко, доброе утречко. Играли с коробкой. Её всю разломали. Всем привет, ребята. Кстати, сегодня буду убирать ёлку. Все ёлочные игрушки. У меня есть одна идея. Давай поиграем с папой. Пронганём папу. В общем, в ТикТоке ходит такое видео. Очень популярное. Когда пишут на листочках, выбирает человек, то, что там написано, то и делает. Но фишка будет в том, что задания будут одинаковые. Чтобы он выбирал всегда то, что ему не хочется делать. Например, кушать приготовить, убрать, уборку сделать, загрузить стирку, помыть посуду. В прямом, конечно же, не будет об этом знать. Потом он скажет, нет, я из Польши не буду играть. Будет. Вот я написала. Я, конечно же, пишу на испанском. Здесь написано сделать. Завтрак. Теперь мы вот так вот салоначиваем. Хорошо, он на русском не понял, то, что я там говорила, хотя он рядом сидел. Поэтому. Теперь берёшь вот так вот. Чтобы он не прочитал, то есть обратно с перенавидно видно немножко. Вот так вот. Хорошо. Держишь вот так вот две бумажечки. Две бумажки держишь. Держишь. Я сейчас ему объясню. В одном есть написано что-то хорошо для тебя, что ты можешь сделать, и в другом нет. Это не очень хорошо для тебя. Я не знаю, я написал. Что это? Я не знаю, я не видел. Я не знаю. Папец, ты что-то знаешь. Все планировано, amor. Нет. Я думаю, что они две говорят то же самое. Нет, я делаю одну буль и одну малую. Нет. У папы сегодня не повезло. Он готовит завтрак. Ты, может быть, тоже будешь бумажки вытягивать? Ты слышала, что я говорила? Да. Давайте я вам в 7 лет бумажки напишу. Нет, ты слышала прикол какой? Что это пранк? Что я ему пишу на бумажках одинаковые задания. И что он по-любому вытащит. Ладно, мы ему какой-нибудь под конец дня бонус сделаем. Хороший. Не только все плохое. Посуды разбираем, с машинки вытащиваем. Сначала снизу, потом наверху. Сыр с этим в лавах заворачивает. Сыр с лавашем. Хлебушек. Греется. Он уже поджаривается. Кофе для бабули. А ты себе что делаешь? Молоко с сахаром? Ты уже обрастаешь. Опять нужно подпригаться. Что у нас тут? Хлебушек. Лаваш с сыром. Кто-то, если захочет, плавленый сыр. И варенье. Почему это варенье? Это невкусное варенье. Садимся завтракать. Садимся завтракать. Молоко. Он хотел сказать все в кровать. Молоко нет. Попострался без молока. Все, садимся завтракать. Уже у нас обед, между прочим. Почти час дня. Что-то у меня такой чай какой-то это. Прозрачный. Не ягодный. Очень много людей, особенно сейчас, оказавшись в условиях кризиса, мечтает создать свой капитал и жить на проценты с этого капитала. Статистика показывает, что на данный момент из-за сокращений без работы осталось более миллиона человек. Если это коснулось вас или ваших знакомых, то это рекомендация именно для вас. В такой момент неопределенности очень важно иметь свой личный финансовый план и знать, что делать с деньгами. Чтобы не растеряться в условиях кризиса, нужно действовать очень быстро. Сейчас у людей есть любой доступ к информации, но она им никак не помогает. И причины, почему у людей не получается создать свой капитал, очень много. И первая причина – это отсутствие действий. Например, если человек владеет какой-то информацией, это не значит, что у него будет какой-то результат. Важно еще делать. А к этому готовы далеко не все. Вторая причина – это отсутствие системности. В этом вопросе дисциплина решает. Но если не от финансовых целей и понимания, то у человека пропадает мотивация заниматься этим системно. И третья причина – это присутствие жадности. Это когда хочется получить выгоду быстро здесь и сейчас. Но так не бывает, потому что капитал создается годами. И он исключительно у тех, кто смог осознать. Кто не смог, тот до пенсии будет бегать за большими деньгами и в итоге останется без ничего. Посетите бесплатный мастер-класс, который проводит инвестор с 15-летним опытом, живущий на пассивный доход. Его задача номер один – это обучить сохранять ваши деньги, чтобы вы не тратили их под ноль, чтобы не лезли в долги. Задача вторая – приумножать кратно ваши сохраненные деньги пассивно, без вашего участия, чтобы в будущем вы могли жить на дивиденды своего капитала и обрести финансовую свободу. Так же, как выбраться из долгов, даже если это миллионы. Как дать образование своему ребенку стоимостью 2-3 миллиона рублей. Как накапливать на крупные покупки, при этом не ужимать себя во всем. Грамотно инвестировать свои деньги и уделять этому всего 4 часа в год. Все это возможно, даже если ваш семейный доход 30-40 тысяч рублей в месяц. Регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс в описании под этим видео. Вот тут с Маргаритой собираем пазл. Половину уже собрали. Еще Ксюша нам помогала. Это вот самая сложная часть. Здесь вода и черепахи остались. Потому что здесь цвета очень похожи друг на друга, поэтому сложно подобрать. Так красиво получается. Давайте продолжать. Что мы сейчас ему напишем? По-моему, он раскусил меня, что я пишу одинаковые. Сейчас, если ему еще раз попадется что-то плохое, он точно скажет, что я его пранкую. В общем, давайте напишем, чтобы он пропылесосил. Используй тебя из мемории. Я не могу. Это маленький, что не очень. Это почти не было. Используй тебя. Также надо скрыть тебя. Ну, не Elite это. А ты мне это не выросло. Ну, как ты смешешь меня. а именно ладно только в этой комнате про пылесосить и попалась вот это только здесь про пылесосе еще один надо все поехали бонечка сходила на снег вот так вот потихонечку сыпет не видно наверное сейчас температура у нас минус минус 1 минус 2 наверное ночью минус 6 снег не тает особо пойдем будем пошли пошли нам нужно написать нашего папы где наши бумажечки опять потеряла бумажки куда я буду писать а вот мы сейчас мы дадим задание что много сделал он только завтрак приготовил и пропылесос я это делаю каждый день карлина это немного ты мама я мама мама чистит мама готовит мама убирает папа тоже может помочь один раз он просто загрузит стирку машинку и все это займет нет ему это это занимает две-три минуты закинуть я же не прошу его руками стирать закинуть белье в машинку налить порошок включить больше не знаю больше не знаю больше не будет сам стирать нет мы не будем его заставлять туалет мыть не сегодня это тогда много слишком времени уйдет она мне когда нам нужно к бабушке ехать ты кстати уроки сделала давай доделай уроки и поедем бумажки с одинаковыми заданиями он уже боится я не думаю вам не wire апреля пара пара вот это вот и все там с такой а ну я не знаю это все отеля все тут а не у нас и не могу картина Си, ну ты не сферти? Да, ну ты не сферти Да Да Вот на лопну он не стеклась Теперь нужно открыть на ключик нажать Что, он никогда не стирал? Нет Все, больше ничего не надо Все, я осталась Да, ничего сложного нет Это машин Ужин я приготовила Гречка с подливом И Маргоша остается с бабушкой Мы поехали Макс, ты не едешь? Мы уже все оделись А ты почему в шортах? Помнишь мы там катались зимой С этой горки? Вот с этой Она была вся заснеженная Вот это Мы тут скатывались Где? Тебе на полу удобней что ли? Мягкий коврик? Такой стол красивый Смотрите, прозрачная столешница Вот такие вот Цветочки Калы Красиво очень смотрится Сверху И вот такие вот уточки Очень любит такие вот Керамические Особенно уточек Ой, как красиво Тут тоже подсвечено все Ого! Как гроза, да? Холодно Сейчас пойдем в другое место Розовые, голубые деревья Подсветка Тут какие-то буквы Что там написано? Лилю? Ааа Окей Смотри сколько фонариков Внутри Что пойдем? Пройдемся? Вон туда, где деревья розовые, голубые Угу Они цвет меняют, что ли? Они цвет поменяли? Были же фиолетовые, а стал оранжевый, да? Да Цвет поменяли Как в лесу, да? В волшебном Все, мы закончили наш поход Холодно очень Они уже замерзли, не привыкшие к холоду Дети Тепличные дети Кушать? Такое представление лучше делать, когда тепло, а не когда холодно Потому что невозможно на улице стоять Такой холод, смотреть такую красоту Пойдемте 25% скидка Не знаю, дисконтная скидка Бензин И пять Чего пять? Литров бензина, что ли? Аааа Пять, нет, это пять центов меньше за литр бензина Как много Я думала пять литров бензина А это что? Да Вообще красиво, но, мне кажется, такие мероприятия Такие шоу Нужно устраивать, когда тепло Потому что Вечером гулять в такую погоду И смотреть Мы, получается, даже половины не посмотрели Там нужно было пройти немножко в другой Называется Старый город Не знаю Не написано Вот Поэтому было бы круто, конечно И больше времени можно было уделить для этого Для просмотра Если бы это сделали Не знаю, весной, летом Вообще супер было бы Это лазерное шоу А так мы посмотрели, получается, только в двух местах Это церковь И вот эти вот деревья с подсветкой Потом, когда мы ехали на машине Мы проезжали еще Несколько районов Где там тоже дома подсвечивались красиво Но Мы бы туда не дошли Это точно Деткам было интересно, но холодно Кушать Кушать? Ты вечно голодная У тебя, смотри Пузико растет А? А рулянтика когда? Давай, бабушки Ой, бабушки Папе еще одну записку напишем А рулянтика когда? Не знаю Папе еще одну записку напишем Давай Нет, нет Я уже все Хватит над папой издеваться Напишем ему что-то хорошее Да Я сейчас ему напишу Что ему нужно будет делать массаж Хорошо Только не он будет делать А мы ему сделаем Мама Папа Ты тут запросишь? Да Да, папа Что там написано? Нет Пожалуйста Я буду говорить Я не буду спрашивать Я не буду спрашивать Что ты будешь? Папе, у тебя есть еще раз Это последний Он уже боится Он уже боится Помог Ты только пишешь плохие для меня И? И? Это тебе премия Это тебе премия Давай, Каролина Массаж У него не было выбора У него не было выбора Чтобы что-то хорошее попалось Давай, давай, колоти Давай, массаж на шее Вот здесь вот делай Вот так вот Мни папе Мни спинку Нет, вот так делай Так Ты голову высушила свою? Как ты спать будешь? С мокрой головой На Кофта твоя Не моя Чтобы быть чистим Как-то не твоя Это Маргарита кофта Ага Она ее раньше носила Теперь ты носишь на Я? Да По наследству перешла Это так и было Так и было? Да Нарезала? Нет, так продавалась кофта Да? Да Все, давай, бегом А я думаю, я не знаю где Ну что, день подходит к концу Сегодня вообще в планах было разобрать елку Так и не получилось Планы поменялись Так У меня тут сушится белье Растиралось Тоже нужно вытащить Чтобы оно не помялось Не успеет она у меня Сегодня в машинке Посушиться Поэтому я буду сушить завтра Мне очень нравится В принципе я могла бы повесить на сушилку Но мне очень нравится белье После сушки Она очень мягкая И даже не нужно гладить Поэтому я завтра посушу Спать идем У них закончился корм Я заказала новый А он еще не пришел Ну я надеюсь он завтра придет Сегодня доедают остатки Потерпи чуть-чуть Потерпи, потерпи Надеюсь завтра приедет 10 килограмм твоего корма Тебе чуть-чуть осталось на завтра На утро Не поцарапай там хороший мальчик Да? Хороший мальчик Вон он уже это Лапки напрягает свои Все хорошо Ну а кто тебя не обидит? Не нравится Ладно Завтра наверное займусь елкой А сейчас спать На сегодня все Всем пока Спасибо за просмотр И увидимся в следующем влоге Пока Субтитры сделал DimaTorzok